Я родился в небольшом районном городке Красноград, райцентр Харьковской области. До 10 лет прожил там с родителями моей мамы, пока она в Харькове работала на получение двухкомнатного кооператива. Получила его, я закончил начальную школу 3 класса и в 80-м году переехал к маме в Харьков. Вот, в этот момент у меня в голове что-то защелкнуло, я начал писать стихи. Моя мама в возрасте моем 12 или 13 лет привела меня в редакцию газеты предприятия, в котором она работала, и сказала, вот мой сын, он пишет стихи, что с этим делать я не знаю. Дальше на протяжении нескольких лет мне повезло в том плане, что мои мамы и отчим, они никогда не мешали мне. То есть, хочешь стихами заниматься, занимайся. Тебе это надо? Надо. Во мне вырабатывали два качества. Это причинно-следственные связи, если ты набил себе шишку, то это потому, что ты не глазел по сторонам, а не потому, что тебе дерево навстречу выскочило. Оно никуда не выскочило, оно стоит. То есть, ты сам отвечаешь за то, что ты делаешь. И второе, это твой выбор должен быть сознательным и добровольным. Сам решай. Тебе даются варианты, а ты выбираешь. Я выбрал поэзию, вперед, пошел. В 14 лет уже печатался. Потом была бурная биография, выпавшая на развал Союза, конец 80-х, начало 90-х. Много всего было, но при этом успел поработать в частной телекомпании, рекламной продюсером. В это же время прочитал Пелевина, Generation P. Это вообще было, там наложилось так. Дальше очень много моментов, связанных с поиском того, чем я занимаюсь, что я вообще делаю. Но при этом все время писал, печатался, где-то выступал и так далее. В 96-м году попал в клуб песенной поэзии имени Юрия Висбора при Харьковском Думе ученых. И с того времени пошли выступления на большой сцене, куда я пришел уже, собственно, подготовившимся. И тогда пошли дипломы, фестивали, лауреатства, конкурсы. Сейчас уже в жюри фестиваля я работаю и так далее. Много езжу по разным городам, много выступаю. Семьи нет, я в разводе, с дочкой и с бывшей женой общаемся великолепно. Но у них свой мир, у меня свой. Видимся, общаемся, но семья не сложилась. У нее, кстати, тоже два таких человека. Вообще, с творческим человеком быть рядом это сложно, это отдельная песня. Закончил заочно академию культуры по специальности культурологии, история и теории мировой культуры. Зачем? Не знаю. Наверное, потому что мне захотелось что-то узнать о культурологии. Вот, получил красный диплом, приглашение в аспирантуру. Сказал, нет, ребят, все, спасибо, я отдал дань должного, чтобы меня не доставали на тему, какое у вас образование. Вот, диплом видели? Успокойтесь. И закинул его в тумбочку. Вот, и, собственно говоря, с 98-го года начал за собственное средство издавать собственные сборники, аудиоальбомы, вести мастер-классы. А? Сколько книг у вас? Четыре всего. Я редко печатаюсь. Я же говорю, это все собственные деньги. Я, мне не всегда куртку есть за что купить, а на книжку покупаю. Да еще в таких условиях. Но, поскольку все равно по-другому уже делать не буду, все равно последние деньги вложу в книжку. Вот, ну, есть такое. Что с этим делать дальше, я не знаю. Потому что условия жизни становятся все более жесткими. То есть, с одной стороны, цена все больше растет, а с другой стороны, падает платежеспособность. То есть, в какой-то момент это вообще потеряет смысл. Что с этим делать дальше, я не знаю. Но пока я могу себе позволить как-то выживать. И меня радует то, что я много лет на это работал. Сейчас есть какой-то ресурс, который дает мне такую возможность. Но ресурс иссякает. И поэтому я... Это еще одна из причин поездок. Я не знаю, что с нами будет завтра. Какая бомба кому на голову завтра упадет. Поэтому пока есть возможность, давайте сегодня. Давайте общаться, давайте дружить, давайте читать друг другу стихи. Потому что человек, существо смертное, но хуже всего, что он смертен внезапно. Да, Бога прочитали. Вот. И дело не в конкретном субъекте, во мне или в ком-то еще. Дело в том, что мы не знаем, что в принципе наоборот. А прозу вы пробовали? Прозу есть очень много. Моя бывшая жена меня очень сильно ругает. Говорит, что моя проза еще лучше моей поэзии. Но ее сложнее презентовать, ее сложнее реализовывать. Это другие объемы, другая печень. С этим тяжелее. Это рассказы, повести, романы. Много чего и повести, и все на свете. Вот.